Построй свой Млечный Путь Привет, Кром. Зачем ты встал на голову? Может, лучше встать на лапы? Не забывайте, перед вами король кунг-фу. Мои новые позы предполагают положение лапами вверх. Любой может упасть на голову. Молчать! Не смейте привлекаться со старшими. Не люзга! Какая чудесная луна! Точно! Наступает середина осени. Я слышала, что в это время оттуда с луны очень хорошо виден Млечный Путь. Млечный Путь? А что это? Он похож на бегущую реку, полную ярких звёзд. Реку! Туда поместятся триллионы звёзд! Не хочешь? Не верь! Куда ты, Лу? Млечный Путь сделан из молока, а не из звёзд. Вот глупая! Я лечу! Смотрите! Как здорово! Вы только посмотрите, сколько звёзд! Я попал на Млечный Путь! Мне пришлось тебя разбудить! Ты сам меня этому фокусу научил! Теперь я буду с тобой вдвойне осторожен! Неужели это было на самом деле? Точно! Я ходил по Млечному Пути! Всё, как ты и говорила! Рассказывай, как там? Потрясающе! Знаешь, мы можем построить свой собственный Млечный Путь и будем им любоваться! Облака! Когда будут готовы твои пирожные звёздочки? Скоро, скоро! Тогда и заходи! Твой заказ! Самая большая чашка! Ешь! Спасибо, Гром! Трюфель! Трюфель! У меня родился невероятный план! Я сам приготовлю Млечный Путь! А можно его попробовать? Никогда не пил! Нет, трюфель, его не пьют! О нём мечтают! Никогда о таком не слышал! Гром! Я хочу построить мини-млечный путь! Я не шучу! Ладно, ладно! Смейтесь хоть до старости! Лу, письмо и рисунок требуют полнейшей сосредоточенности! Ясно? Да! Господин художник! Вы только послушайте! Вы тоже сомневаетесь, что я смогу построить Млечный Путь? Мой Млечный Путь? Млечный Путь? Я видел его во сне, и теперь не могу не думать о нём! Во сне? Прекрасная идея! Как самый почитаемый художник нашего города, я рад, что у меня есть такой творческий ученик! Кролик Брэд, я полностью на твоей стороне! Ты продемонстрируешь нам все грани своего таланта! Итак, за дело! Начнём! Бежим! А как выглядит этот Млечный Путь? Он похож на миллиард огоньков! Повсюду свет! Надо найти что-то блестящее! Жемчужину! Зеркальце! А что в природе выделяет яркий свет? Светлички! Блестяще! Светлички! Точно! Да! А почему вы так смотрите? Трюфель, ты подкинул нам отличную идею! Внимание! Солдаты! Скоро опустятся сумерки! И станет темно! Мы должны поймать как можно больше светличков! Шевелитесь! Друзья мои! Есть! Ребята, вижу множество светличков! Слушайте меня внимательно! Приём! Трюфель, ты налево! Брэд, ты направо! Лу, жди моей команды! А почему? Я тоже умею ловить! Ты жди! Смотри-ка! Скорее! Кажется, им нужен врач! Всё хорошо! Но светлячки улетели! Я их поймаю! Вперёд! Меня подожди! Бросаешь мне вызов? Сейчас я тебя поймаю! О-о-о! О-о-о! Я ученчу! Вот ты где! Брэд, отступаем! Их слишком много! Я боюсь! Смотри, их тысячи! Я не боюсь! Мы ещё посмотрим! Вот это да! Какие красивые! Позаботься о них, Брэд! Конечно! Разумеется! Они улетели! Прости, Брэд! Ничего страшного, мой юный Брэд! Мы придумаем, как их поймать и постараемся их не выпустить! Я лови думала! Чудесная осенняя ночь! Точно! Какая красота! Что это? Вон там! Это лодка? Луна взойдёт, и свет она прольёт! Дед из него печенье напечёт! Что это? Посмотрите! Светлячки! Они летят за нами! Как здорово! Лу, ты молодец! Свет свечи манит их за собой! Это гораздо лучше, чем засовывать их в банки! Здорово, правда? Согласен? Какие шустрые! Как красиво! Словно на ночном небе ожили тысячи звёзд! Эффектно! Они превратили реку в Млечный Путь! Впечатляет! Брат, у тебя получилось! Тебе удалось построить свой Млечный Путь! Это правда? Мы в космосе! Каждому своё! Особые блюда облака должны попробовать все! Одной чашки будет мало! Мы даём девять! Великолепный сидр по рецепту несравненной госпожи Тени освежит вас в жаркий летний день! Её сидр отличает сладкие и пряные нотки! Вы непременно попросите второй бокал! А может быть и третий! А собственно, что тут удивительного? Жители нашего города! Слушайте все! Наш дом правосудия без налогов рассмотрит все ваши споры и конфликты! Добро пожаловать в суд или... Или мы сочтём вас неблагонадёжными гражданами! Все запомнили? Им плевать на рекламные акции! На этот раз попробуем морепродукты! Морепродукты? Доктор Чародей! Привет, Гром! Объявление для самых ценных клиентов! Сегодня облако предлагает девять чашек лапши по цене одной! Неужели? С морепродуктами! В другой раз я не голоден! Спешу напомнить, что это предложение действует только один день! Завтра всё опять будет по-старому! Спасибо, я пас! Чародей, у нас ведь самая вкусная лапша! Ты что, не согласен? Я? Я предлагаю тебе прекрасную возможность победить почти даром! Мягкая лапша в ароматном супе! А ещё разные приправы и добавки! Не ломайся! Я устал тебя уговаривать! Но? Неужели ты позволишь себе отказаться от лапши облака? Может, ты поел уже где-нибудь ещё? Отвечай! Нет! Загляни в меню! В отличие от других, мы предлагаем самые разнообразные блюда! Нет, просто... Может, посмотришь лицензию? Пожалуйста, смотри! У нас всё чётко! И справка из Санэпитнадзора есть! Мы даже лапы моем! Федерация китайских производителей лично вручила нам сертификат! Мы подходим к делу серьёзно! Думай! Думай и тряси бородой! Будь уверен! У нас нет конкурентов! Потому что здесь больше никого нет! Точно! Но это не значит, что наша лапша не самая лучшая! И такую возможность упускать нельзя! Согласен! Прости, я спешу! Стой! Чародей! Посмотри сюда! Да! Что? Это всё ты? Разве не видно? Приглядись! Скажи, что они тебе напоминают? Смотри внимательно! Ну, говори! Не знаю! Они же кричат! Ешь лапшу в облако! И всегда ты будешь клёвый! И поэтому я уплетаю чашку за чашкой! Я не голоден! Чародей! Проштайся! Учти, я делаю это ради твоего же блага! Потом ещё благодарить будешь! Гром, отпусти меня! Я хочу уберечь тебя от сожалений, которыми ты потом станешь мучиться! Но мне нужно купить порошки для больных! Что ты ко мне привязался? Привязался? Я думал, ты проголодался! Ну, Гром! Купите одну чашку лапши и получите девять бесплатно! Уйди, не хочу! Отстань! Совсем бедняга спятил! Доктор Чародей, трудный денёк, да? Не могли отвязаться от Грома? Он вёл себя ужасно! Должно быть, вы рассердились! Слегка расстроился! Так неуважительно отнестись к столь уважаемому доктору! Я прав? Да, абсолютно! Гарантирую, что в нашем заведении такого просто не могло бы случиться! Отрадно слышать! Странник? Всё в порядке? У тебя нездоровый вид! Скажи, что произошло? Вам будет неинтересно! Я уже три дня не пью! Вообще! Я обожаю сидр тени, но она запрещает мне пить! Это невыносимо! Ни одной капли с утра! Ну нет, 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 нет! Ради успеха заведения! Пусть лучше зачахну я! Ваши дела идут в гору? Да, цены растут, но знаете, о чём я мечтаю? О стаканчике сидра? Само собой! Но есть кое-что ещё! Что же? Мой супергерой! Король-обезьян! Сунвукон! Как бы я хотел встретиться с ним лично! Но это невозможно! Он недосягаем! Я тренируюсь каждый день, чтобы хоть чуточку быть похожим на него! Если бы у меня был шанс его увидеть, то я бы... Бедняга, мне так жаль! Давай я куплю у вас что-нибудь! Может, смогу тебе помочь! Во мне чуть не умер блестящий актёр! Грому бы у меня поучиться! Что ты сказал? Я хотел поблагодарить вас за щедрость! Давайте зайдём внутрь, присядем! Вы составите компанию своему невезучему другу! Что скажете, доктор? Пошли! Пошли! Но ты же, кажется, говорил, что нельзя пить! Видите ли, просто... Это особый случай! А тень не рассердится? Не рассердится! Если заказ оплатите вы! Что? Платить за твой сидр? Значит, ты всё подстроил? Хотел выудить у меня последние деньги? Призренный примат! Тише, тише! Я решил, что вы тоже не прочь выпить! Но теперь я прозрел! Ты? Какая наглость! Господин, как бы вы хотели видеть себя на холсте? Родится шедевр! Подумаешь... Постойте, погодите! Что случилось с нашими жителями? Они помешались на рекламе! Не будь чёрствым по отношению к творчеству! Насладись худесником кисти! Нет, опять то же самое! Мои возможности! Спокойнее, чародей! Ты что? Немедленно прекрати! Нужно срочно положить конец этим издевательствам! Низ места! Ты и Гром, кажется, что-то не поделили, верно? Я права! Тебя это не касается! Что? Неуважение к представителю власти? Нет, с чего ты взяла? Почему весь мир сегодня встал между мною и морепродуктами? Я не понимаю! Что ж, раз ты закон, я должен подать тебе жалобу! Мы прибыли помочь! Кафе «Облако», ресторан «Тени» и художественные школы изводят меня своими предложениями! Я несчастная жертва! Домогательство? Ограбление или тяжкие увечья были? Расскажи всё в деталях! Нет, никакого физического насилия не было! Они очень настойчиво портили мне настроение! Это нельзя так оставить! Мы проверим! Интересно! Капкан, наконец-то мы нашли себе дело! Идём! Вот ненормальные! Художника нет! Они где-то рядом! Хорошо, что и грома нет! Чуродей! Ты меня напугал! Как мы рады тебя видеть! Мы тебя заждались! Нет! Нет! Уж теперь-то ты точно проголодался! Покупай одну, получай восемь придачу! Наконец-то! На сей раз мы непременно оформим сделку! Моя борода! Как больно! Зайди в студию «Радуга»! Тебя научат превосходно рисовать! Поешь! Рисуй, рисуй! Купи сидр, или я примусь за твою козлиную бородёнку! Я услышала достаточно, мне всё ясно! Оставьте чародея! Немедленно! Это недоразумение! Вы арестованы за приставание гражданам с навязчивыми предложениями! Точно! Взять этих троих под стражу? Немедленно! Есть! Спасибо вам большое! Вы мне так помогли! Что ты, не за что! Спасибо ещё раз! Это я должен тебя благодарить! Мы наконец-то завели дело! Отныне ты будешь раз в день сообщать нам обо всём подозрительном! Охотники за сокровищами Странник, я выпил! Принеси мне ещё! Бегу, бегу! Спешу заметить, что ты выпил уже три бочки сидра! У тебя что-то случилось? Да! В общем... Колись, молот! Я целый день подношу напитки и вижу, у кого что на уме! Не бойся, выкладывай! Я сегодня... В общем... Я должен... Я должен... Тебе признаться... Молод, ты говоришь бессмыслицу, выражайся яснее! Я сегодня нашёл... Нашёл... В общем... Ну говори же, не тяни! Я нашёл недостающую часть семейного сокровища! Что? Я не ослышался! Сокровище? Сокровище? Чего же ты раньше молчал? А что за сокровище? Смотри! Что? Старый ржавый ключ? Этот ключ откроет сундук с фамильными ценностями! Шутишь! С настоящими сокровищами! Этот сундук принадлежал ещё... Моему... Прадедушке! Так у тебя его нет? Сундук давно пропал, но теперь я нашёл этот ключ! Дело за малым! Найти сундук! Сундук! Точно! Мы поможем тебе его искать! Правда? Конечно! Как же это непросто искать чужие драгоценности! Они спрятаны где-то далеко, но мы непременно их найдём! Этот сундук может быть где угодно! Я прекрасный исследователь и альпинист! Нас ждёт блестящее приключение! Но... Ну что ж, здорово! Начем не отплатить вам за старания? Ты сам знаешь! Расплатишься, когда найдём клад! Принимаешь нашу помощь? С тебя 10%! Молот! Лучших помощников тебе не найти! Мы его высмотрим и вынюхаем! Уговорили! Отлично! Тогда за дело! Вперёд! Но я даже не успел описать вам сундук! Разве вам не интересно? Ещё как интересно! Выкладывай! Кажется, он красный! Фантастика! Мы его найдём! Вперёд! А он большой? Такой! Вот такой! Понятно! Большой! Не такой! Может... Может, вот такой! Ясно! Точно! А может, такой! Надо было слушать папу! Что это? Ерунда! Проверим все сундуки! Проверим все сундук! Ага! Смотри-ка, сколько их здесь! В одном из них наверняка хранятся сокровища молота! Нужно придумать, как их отсюда вытащить! Хорошо, что я не обделён мозгами! Так-так! Остаётся понять, в каком из них сокровища! Мой нос мне подсказывает, что вот в этом! А ты гораздо тяжелее, чем кажешься! Наверное, надо ещё чуть-чуть постараться! Я так просто не сдамся взять его! И ещё разок! Получается! Получается! Подвал Эпсилона – идеальное место для хранения сокровищ! Нашёл! Цвет и размер, кажется, те. А теперь пора сматывать отсюда! И поскорее! Что там за шум? Наверное, воры. Это собственность правительства. Нет, сюда идут ласка и капкан. Скорее! Ласка, перекрой заднюю дверь. Есть! Вы только посмотрите! Стой! Стой! Странно. Посмотрю там. Они все подходят под описание. Красные и небольшие. Большое спасибо. Шевелись. Проверь, к какому подходит твой ключ. Крик. 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 Не то. Скважина слишком маленькая. Крик. 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 Значит, замок должен быть больше. Вот! Подходит! Крик. 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 Ну что? Не тот. Неужели я ошибся? Странно. Дай посмотреть. Он же не заперт. Но это не мои сокровища. Значит, идем дальше. Предлагаю вот этот. Ну? Не видишь. Цвет не тот. Подойди и посмотри. Этот? Нет. Молод, попробуй открыть. Давай. Мы их все пересмотрели. Ни в одном из них нет того, что мы ищем. Просто надо знать, где смотреть. Постойте. Я сверюсь с картой. С картой? У тебя была карта? Что ж ты молчал? Надо было раньше сказать. Я хотел отдать ее вам, но вы так быстро убежали. Ладно. Посмотрим карту. Я сам. Отойдите. Никто не умеет читать карты лучше, чем я. Похоже, что... Сундук спрятан здесь, в этой комнате. Осторожней. Нельзя, чтобы сюда вползла тень. Я нашел. Да? Правда? Это он. Сундук моего любимого дедушки. Ну и ну. Это невероятно. Мы нашли сокровища! Я богат! Молот, открой и посмотрим, что там. Точно. Смотрите. Что? Нет. Не может быть. И это ты называешь сокровищем? Разумеется. Прекрасные инструменты. На зависть любому мастеру. И все они мои. Вот, возьмите, как обещал. Ты что, издеваешься? Что я буду делать с Киркой? Невероятно, здесь все вверх дном. Странник. Что ты делал в подвале Эпсилона? И это все Молот виноват. Это все он. Остановитесь! Шалун, давай спрячемся внутри. Вон из моего заведения. Как вы посмели сюда заимиться? Наглецы! Вы проделали дырку в полу. ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ Господа, ваш заказ. Спасибо. Не за что. Гром, у тебя что? Выходной? Ты какой-то грустный. У меня каждый день выходной, к несчастью. Тебя уволили? А разве это не очевидно? Облако во мне не нуждается. Облако две, как обычно. Понял. Я тебе помогу. Не нужно. Лучше отнеси заказ Эпсилону. Сможешь? Конечно смогу. Пока. Эпсилону домой, запомнишь? Да. Облако, давай помогу. Нет, я сам справлюсь. Ты и так очень занят. Ну ладно. Завтра мне понадобится много теста. Хорошо. Я почти закончил. Шеф, я могу месить тесто. Нет, все в порядке. Уже поздно. Иди отдыхай. Ром, если тебе нетрудно, принеси мне тесто. три мешка муки. Ты еще не закончил? Ладно. Я принесу сколько скажешь. Немного этого. Сум готов. Почти три часа ночи. Он трудоголик. Доброе утро, облако. Быстрее, Гром, мы опаздываем. Облако, ты куда собрался? Чем я могу тебе помочь? Мне нужны овощи. Я сам принесу. Я мигом. Быстрее молнии. Ну ладно. Купи тыкву, чеснок, морковь, зеленый лук, горошек и капусту. Ясно. Тыкву кругленькую, не овальную. И самые свежие овощи. Понял, понял. И еще кое-что, не забудь про чеснок. Я знаю. Нет, я передумал, я сам пойду. Ну, шеф. Он работает дольше всех. Но ведь так нельзя. Я хотел хоть чем-то ему помочь. Он заслужил недолгий отпуск. Он трудоголик. Ты прав. Может, мы вместе это уладим? Облако. Облако. Как поживаешь, странник? Зачем пришел? Я принес тебе самый лучший сидр из запасов тени. Выпьем вместе. Он так вкусно пахнет. На работе я не пью. Меня лапша ждет. Облако. Никуда не денется твоя лапша. Займись хоть раз чем-нибудь другим. Точно. Нужно приготовить соус. Привет, облако. Привет. Ты пришел пообедать? Нет, я здесь по делам. У меня к тебе предложение. Галоп Тревел предлагает тебе заграничную путевку. Со скидкой. Что скажешь? Нет, благодарю. Но почему? У меня работа, я не могу ее бросить. Нельзя круглый год работать. Даже тебе нужен отпуск. Подумай над моим предложением. Облако. В соседнем поселке запускают змеев. Хочешь, пойдем вместе. Посмотрим. Заманчивое предложение, но я не могу. Я занят. Облако. Еще острой лапши, пожалуйста. Бегу. Иди один, Гром. Как-нибудь в другой раз. Гром, отнеси молоту три чашки лапши. Хорошо, уже иду. Дорогие друзья, я наконец вернулся. Кто вернулся? Эпсилон, ты как раз вовремя. Эх. 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 Облако. Ты проделал такой долгий путь. Я бродил по западным резервациям. Утром мой шар поднял меня в воздух, и вот я здесь. Принеси мне большую порцию лапши. С удовольствием. Я много где побывал, но лучше повара, чем ты, я не встречал. Я польщен, спасибо. Облако. Что-то случилось? У меня ломит лапа, я очень страдаю. На твое счастье, по пути я освоил приемы совершенно нового целительного массажа. Будешь как новенький. Спасибо. Это прекрасно. Отлично. Теперь сядь прямо. Только поосторожнее. Не бойся, я знаю, что делаю. Да ты волшебник, шея больше не болит. Конечно. Это тайский массаж, он прекрасно снимает боль. Как друг, я настоятельно рекомендую тебе отдохнуть. Ты болеешь от усталости, твой организм сигналит тебе, что пора отдыхать. Но кто позаботится о моем заведении? Если ты сляжешь в постель, всем будет только хуже. Но... Облако. Мы живем не для того, чтобы работать без перерывов. Иногда отпуск способен творить чудеса. Это так. Ты должен постараться и внести перемены в свою жизнь. Но как? Облако. Жизнь словно чашка лапши. Добавишь изюминку, ее вкус станет еще лучше. ! Х Italians поспешily! Я надеюсь, я так очень очень готово! О! Облако! Жизнь словно чашка лапши. Добавишь изюминку, её вкус станет ещё лучше. Да, теперь я знаю, что делать. Я должен немедленно изменить свою жизнь. Ребята, я не знаю, что делать. Три дня без лапши Куда подевался облако? Я выиграл Нет, не сейчас, нет Жизнь отличная штука Я выиграл Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok